Легендарный трубач Чет Бейкер родился под Рождество 1929 года в городке Йейлл, штата Клахома. Его отец играл на гитаре в местном ансамбле Country and Western. Когда Чету исполнилось 13, отец купил ему трубу и отправил на уроки музыки. Однако парень нотной грамоте так толком и не научился, предпочитая играть на слух. В 16 лет Бейкер школу бросил вообще, прибавил себе год и записался в армию. В Берлине, где Бейкер проходил службу в составе оркестра 28-й дивизии, он впервые по-настоящему вслушался в джаз. По окончании службы армейский трубач перебрался в калифорнийский городок Линвуд, женился и стал пробовать себя в джазе. Когда ему исполнилось 22, знаменитый Чарли Паркер взял его в свою джаз-группу. И вот с этого момента началось восхождение Бейкера на джазовый Олимп Америки. Через пару лет его фамилия уже прописалась на первых строчках джазовых рейтингов музыкальных журналов «Даунбит» и «Метроном». Во-первых, Чед выгодно отличался от других джазовых звезд того времени чисто внешне, но, во-вторых, он был действительно удивительно талантлив. Однако для того, чтобы покорить мир джазовых меломанов и других джазменов, одной стильной внешности а-ля Джеймс Дин, конечно, было недостаточно. На заре 60-х Уилли Сконовер, знаменитый ведущий джазовых радиопрограмм «Голоса Америки», назвал Бейкера «Поэтом трубы». Его стиль игры на этом инструменте резко отличался от того, как на ней играли другие. А еще, еще он пел. Поющий трубачи в джазе не редкость, но Чед был явно уникален. Пел он романтические баллады старых авторов – Колла Портера, Роджерса Харта, Джерома Керна, чьи песенки для американцев все равно, что для нас, ну, скажем, подмосковные вечера. Есть такой термин – «Evergreens» – «Вечно зеленые песенки». Вот их-то Чед и пел в неповторимой манере, словно оправдываясь в чем-то перед своей трубой. Сейчас это называется «петь душой». Стремительный карьерный взлет Чета Бейкера прервался в 1959 году, когда музыкант открыл для себя героин. Наркотик стал серьезно смешивать Чету карты, срывались европейские гастроли, записи, менеджеры отказывались иметь с ним дело. Бейкера выдворили из Швейцарии, арестовали в Гамбурге. Единственным возможным тогда лекарством был метадон – заменитель героина, оказывавший восстанавливающее действие. Чет начал принимать его, и, казалось, жизнь меняется к лучшему. В 1964 году он вернулся из Европы в Штаты со второй женой и ребенком. Однако время для джаза было не самое лучшее. Рок отодвинул джаз на второй план, и вернуться на сцену после пятилетнего отсутствия в Америке было не так-то просто. Первые записи не принесли успеха, пластинки продавались очень плохо. А в августе 1966-го двое неизвестных избили Бейкера, изуродовав его лицо и, самое ужасное для трубача, выбив почти все зубы. Красавцем с тех пор его уже никто не называл. Лицо его на всю жизнь осталось обезображенным. А в Америке? В Америке любят красивых звезд. Несколько лет он практически не играл, не мог физически, а метадон вновь уступил место героину. С 1970-го Бейкер жил на пособие по безработице, а трубу вновь взял в руки в 1973-м, когда случайно зашел в клуб, где играл великий трубач Диззи Гиллеспи. Диззи немедленно устроил его в нью-йоркский клуб Half Note, это стало началом возвращения чета в джаз. В 1977-м году пианист Дон Себески организовал ему запись альбома «You can't go home again», и фраза, ставшая названием этой пластинки, оказалась пророческой. Бейкер уехал в Европу, где и оставался до конца жизни, много играя и записываясь. Последние годы он жил в Голландии, стране с самым либеральным в мире законодательством о наркотиках. Он мотался к семье в Америку на три недели в году, безумно любил своих детей, скучал по ним и все равно уезжал в Европу. Путь Чета Бейкера — путь безумно одинокого, многострадавшего и не очень сильного человека. Рано утром 13 мая 1988 года на тротуаре под окнами амстердамского отеля полицейский обнаружил труп немолодого мужчины. После короткого расследования выяснилось, что тело принадлежит джазовому трубачу Чету Бейкеру, портреты которого в 50-е годы красовались на обложках всех американских глянцевых журналов. Продолжение следует...